И что можно здесь оспаривать или обсуждать? Это мнение 48 ученых со всего мира, объединенных исследовательским сообществом Grossroot Health. Каждая ткань нашего тела нуждается в гормональном кальцитриоле и обязательно будет повреждена, если этого гормона недостаточно. В просторечии витамина D. В самых крайних формах дефицит этого гормона у детей вызывает рахит, а у взрослых размягчение костей остеомоляция. Ну а для кого отсутствие костей это не аргумент, слушайте дальше. В настоящее время признано, что более легкие степени дефицита входят в число факторов развития широкого спектра хронических заболеваний. А теперь самое интересное. Разрушение иммунной функции. Недостаточно аутоиммунные заболевания, диабет и рассеянный склероз. Ну я так понимаю, выпадение зубов никого не волнует, импланты сейчас дешевые и это тоже к дефициту витамина D. А диатеза у ребенка вы избавляетесь гормональными мазями, это тоже не проблема. Ну так, небольшой вред. А тогда что вы ответите на рак груди? Толстого кишечника, легких, лимфома и простата. И еще интереснее кровяное давление. И весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний. Группа из 48 ученых рекомендует постоянно поддерживать в своей крови уровень витамина D в диапазоне от 40 до 60 нанограмм на миллилитр. Или от 100 до 150 наномоль на литр. И конечно вы можете воспользоваться любыми добавками. Но только не забывайте рассчитывать дозу, потому что ни один врач вам дозировку не сообщит. Вашу личную дозировку. Либо использовать натуральный метод получения этого гормона, это ультрафиолет спектра B. При этом уровень вы свой поднимете быстрее. Процедура безопасна, потому что нет передозировки. И усвоение 100% в отличие от таблетки, где всего 10% усваиваемости от принятой дозы. Слушайте дальше прямые передачи от фотобиолога. И будьте здоровы!